Так, ещё раз стоп-старт делаю. Да, идут работы, говорят. Короче, ладно, давайте смотреть. Может быть, получше будет. Здесь у нас что? Здесь у нас 15-17-я хата. Газпул, судя по всему, билд. Лайв против Файркейка. У нас бьётся, вот КСМ-ка приезжает на разведку, Файркейк её принимает. Здесь у нас полетели мулы. Печально, что, конечно, на такой ивент какие-то работы затеяли. Так, Раучвору, но Файркейка ныкается. Я так понимаю, это Нидус от Файркейка делается сейчас. И, кстати говоря, посмотрите, как и лайв адский халявит сейчас. Как мне кажется, Нидус вполне себе может прокатить. Может прокатить. Ну, явно Файркейк крепко смотрел этих игры. Поэтому такую заготовочку решил сделать. А лайв, кстати, очень-очень жёстко халявил все игры обычно. Так, КСМ-ка принимается. Лейер Файркейк заметил. Что есть у Тирана, давайте посмотрим. Два Гелиона, два Марика. Это что значит? То, что Нидус ему отбить практически нереально в данной ситуации. Вот у нас заезжают Гелиончики. Пытаются ли они проехать на рампу? Нет, ответ отрицательный. На рампу проехать не пытаются. Ну что, здесь оверсир готов. Можно и нужно залетать на мейн сейчас. Я так полагаю, что, в принципе, это 1-0 в пользу Файркейка. Потому что Элайв не готов отбивать просто этот Нидус. Ему нечем. Ни танка нет, ни либератора. Ничего, что может отбить. Как-то так. И Нидус пошёл прямо в продакшн сейчас от Файркейка. Элайв приходит в ультурками-мариками. ДПСа недостаточно, чтобы Нидус выбить сразу при этом всём. Ну, то оверсиры, конечно, лучше было бы не терять. Но ничего не поделаешь. Так, трансюз на Нидус пошёл. Роучи выходит. Королева выходит. Пишем ГГ, выходим. 1-0 Файркейк. Здесь абсолютно очевидно. Тирану ничего не сделает здесь. Ничегошеньки вообще. Ничего его уже не спасёт. Неожиданное такое начало. 1-0 в пользу Файркейка. Построечка подала его. Так халявить не получится. Ну что же, молодец Файркейк. Но я думаю, не будет для него лёгкой прогулки. Пользователь Трэл активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Трэл. Спасибо. я не понимаю о чем ты просишь димаст плеер твича всегда добавлен на sk2 tv ты что-то тупишь очень сильно и твич должен работать и видеть тв есть рестрим но сегодня проблема я на это никак повлиять не могу я на это никак не могу повлиять ну сегодня решили запилить запилили не знаю то есть я просто не могу подстроиться турнир в 6 часов турнир в 6 часов как бы ну решили работа запилить тут ничего не поделаешь если бы что-то другое стримил может быть не стал бы стримить вообще в принципе понятно что понятно что если бы миша стримил инопланетян своих работ бы никаких не было бы но инопланетян то можно в любое время постримить фактически а турнир он сфиктирован на времени так секундочку дверь открыл так ребят сейчас я приду секундочку а затем кафтан что-то прохладненько так 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 тоже стримит а чё все уже работает что ли а и апверт стримит все стримят ну значит надо проверять ну в любом случае как бы есть рестримы должно должно где-то там на твиче более-менее работать на виде тв не суть вопроса слава богу сегодня стрим не адски долгий трибу 5 я думаю что часам 9 мы уже освободимся все кэш будет зависеть от того сколько будет по продолжительности играете вот первую игру вообще отыграли моментально практически файр кейка и лайф а дальше посмотрим так кнопка там выбора твича она под 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 над описанием с треугольничком там написано good game жмешь там и твич написано должно быть там меняться меня есть по крайней мере треугольничком и в 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 Криптумор пошел от королевы. Посмотрите-ка, посмотрите-ка. Firecake решил, что кореец настолько роботический и глуповатый, что второй раз тем же самым билдом его пробреет. Но вот это, мне кажется, перебор. Кореец-то, конечно, может быть и роботический, но не такой глуповатый. И евробичей он чует просто за километр, что они могут такую хрень проворачивать и пытаться вот так вот на халяву пробрить. Поэтому добавляет танк и медивак. Но, кстати, либераторов нету вообще. Либераторов нет вообще. Может быть, конечно, что-то и получится. У меня очень большие сомнения по этому поводу, честно говоря, возникают. А, это да... Опа. А это, кстати, не Нидус, ребятки. Это Спайр. Пошел. А где четвертый газ тогда? Я чуть не понимаю. Ну, четвертый газ поздний, но посмотрим, что из этого выйдет. Здесь у нас либератор. Танк Марик и выход идет. Firecake, Уброу, еще пару штучек. Заказать хотя бы. Ну, или Лингов побольше, по крайней мере. Лингов побольше заказывает. Ну, в общем-то, пытается ЛАР танком полетать, поразводить. Может быть, что-то и убьет. Ну, крип есть. Крипа достаточно. То есть, можно просто... Вижен-вижен-крип дает хороший. То есть, видит прекрасно Firecake, где там летает этот. Так, Линги приходит. Королева приходит. Нужно отойти немножечко назад. Ну, чтобы таких разводов не было. Но Линги на крипе, они очень быстрые. Поэтому успевают убегать. Все в порядке. Либератор залетает. Два эволюшн здесь на второй базе. Восемь у Талисков заказано. Так, Либератор странно как-то раскладывается. Можно было ипоксивно. Ну, Firecake даже на такой странно разложенный Либератор очень медленно реагирует. Три дрона потерял. Здесь, потому что танком еще харасит у нас Alive. Нужно уводить дронов. Firecake в этот раз более грамотно реагирует. Более быстро. Ну, Талиски сейчас собьют этого Либератора. И все нормально. Вроде как задейпился. Можно парам у Талисков было не всеми точку сбора ставить сюда. Вот Firecake так не умеет делать. Нужно было двумя, может, муталисками сюда полететь, например, и попытаться сбрить медивака. Но не стал Firecake. Пытаться особо. Здесь у нас уже готов стимпак. Заказаны щиты, делается плюс один. Пять бараков сейчас начнет работать. Двухбазовый прессинг от Firecake. Но он решил раз к халяве к моей подстраиваются, сыграю двухбазовый прессинг, надежный, под который тяжелее подстроиться. Просто четко отыграю. Так, у Firecake кугость. Милишный говорит... Так, танчик летает. Минус. Медивак с танком дробнуться не успел. Но два танка еще вылетают. Марики выход делают. Между прочим, Firecake тут прекрасно видит. Нужно аккуратнее ему быть. Потому что можно мутку надавать сейчас. Но у него просто-напросто ничем встретить этот выход. Посмотрите, как перехалявил. 68 дронов. Он не понимает, Firecake не понимал, что здесь как раз-таки двухбазовое агрессие. Чуть попозже бы. Точнее, чуть попозже бы. Да, сейчас тиран пошел. Чуть поменьше. Либо чуть поменьше дронов бы Firecake сделал. Мне кажется, можно было бы неплохо все сделать. Но и так, посмотрите. Заходят бейны. Но бейны кончились. Дроны тоже падают. В итоге по рабам равная ситуация. Но Трито Хата живет. Трито Хата живет. И муфта бейлингом сейчас будет готов. А тут двухбазовый улын. То есть просто морфи новых бейлингов до морфи. И можно отбиваться будет. Тем более 1-1 гриды сейчас доделаются. Но Firecake... Где вот новые бейлинги? Посмотрите, что он делает-то сейчас? Как долго соображение-то приходит, что столько сейчас 5 заказал. Здесь уже марики со щитами. Муталиски новые прилетают. Армор 10 секунд готовность. Ну, дал позицию тирану занять хорошую. Бейлингов всего 5 почему-то ресурсов. Да хрена. Морфи-то больше бейнов. Так, атака пошла. От Firecake заходит. Бейлинги закатываются сейчас на Акрипе. Смом. Неплохо Мариков подбревает. Королева Линга приходит. Отбивается на 20-ку лимитов плюс. И сейчас Medivac догонит абсолютно точно. Мариком хорошо тут заходит. Блэйвом и по Medivac попадает. Сбревает все. 30 лимитов плюс. И Firecake. 3 базы в 2. Очень похоже на Изи 2-0. Firecake против Элайва. Неужели Firecake настолько силен сейчас? И коэффициент 3.50 там еще. И Элайв там с Лайфом не играл в команде? Случайно. Ну что. 15 дронов. Добывает. 2-2. Грейды заказывает Firecake. По Грейдам. Вообще все замечательно. У Зерга сейчас становится. Пытается выйти Элайв в 3-ю базу. В 3-ю ЦЦ. Но по Грейдам. Ну кстати 1-1. Пользователь паразит подчеркивания. Орг активировал премиум на ваш канал. А. Коэффициент потому что на него запиливали. Ну. Видите. Вот и запилили. Так. Муталевский харасит. Firecake-то совсем не прост. Как оказалось. Линги камни грызут. И очень быстро они это делают. Муталевскими помочь бы не мешало. Абсолютно не работают. Пока ничего не делают. Здесь камни кстати убиты. Здесь по любому 4-ю хату сейчас отменят Firecake. У Элайв 7 уталевских еще строится. По лимиту близко конечно все. 2-2. Элайв собирается делать. Ну. Отставание уже гигантским сейчас будет. По Грейдам. 4-ю отменил в итоге Элайв. Файеркейку. У Элайв. Муталевсков сколько? 16 штук. Это реально много. Ну на мариках тоже так просто не наломиться. Так. Медивак подрезает. Красавчик. Файеркейк. Медивак забирает с танком. Один забрал еще. Ну то ли пинг, то ли что. Элайву помешало нормально отбиться. Что контратака будет кстати говоря от Файеркейка. Обратите внимание сейчас. Причем очень не слабая контратака. И Элайв очень не в тему сейчас. Обратите внимание 2 медивака увел. Как же не в тему он их увел. Бейнов заходит очень много. Падает сейчас бункер. Но дома если Файеркейк не отобьется тоже ничего хорошего не ждет. Но у тирана до проблемы больше гораздо. Один медивак на четвертую. Один на мейн. Мутка новая выходит. Но лингов много. С лингами Файеркейк отобьется. Шатает Элайву все просто на мейне. Ничего не поделать. Абсолютно будет. Муталисками можно и нужно вернуться. Падает Армори. Падает все. Здесь КСМ и грызет сейчас Файеркейк. Пытается медивак Элайва принять с 8 мариками. Медивак принимает даже дропнуться. Не успел. 88-115. Все. Файеркейк отбился. А Элайва здесь нашатал. Хотя как нашатал. В итоге-то, блин, Файеркейк зря всеми муталисками улетел, как мне кажется. Хотя зато сейчас все дропы эти примет. В итоге муталиска в кулак. Ой-ой-ой. 21 муталиска. 5 строится еще. В угрейдам есть атака у мутки. 2-2 в 1-1 био. Здесь Либератора выбить бы не помешало бы. И вообще убить все в итоге на оклике просто не помешало бы. Либератора выбил. И нету вижена просто сюда сейчас. Так, Файеркейк приходит. Так, Мариков забирает. Муталисков много настолько, что Марики уже пофиг в таких количествах. 69-117 по лимиту. 2-0 намечается, ребят. Вообще какая-то сенсация тут намечается. Пусть небольшая. И Файеркейк. Ну, я вообще Файеркейка в последнее время верю. Потому что он один из лучших, наверное, в Европе игроков на данный момент. Корейцев шатает очень даже неплохо. И вообще он шатает очень неплохо. Все. Линги забегают. Муталисков немножко отвел назад. Файеркейк принимает бой. Сминает фламы лайва. Танк на хайграунде забрать не помешало бы. Муталисков слишком много. Пишем ГГ, выходим. Вот тебе и Файеркейк. Спасибо, ребят, за премиум подписки всем. Ждем третью игру. Не надо писать желтыми буквами в чате, если не понимаешь, о чем речь еще при этом. Говорил я не про Файеркейка. А, про Файеркейк, да, говорил, но там была конкретная игровая ситуация. Ну, Файеркейк смог отбиться. А, про Файеркейк. Решение. А, про Файеркейк. А, про Файеркейк. Так, пост, все. Пост есть, заходим. Ну что, если фаеркейк Илай его расшатает, Аблай расшатает, например, Супера, которого он уже расшатывал, можно надеяться, что ли на Еврофинал, было бы прикольно, конечно. Пользователь Палатенчек активировал премиум на ваш канал. Палатенчик, спасибо за премиум. Палатенчик, спасибо за просмотр! Поехали! Бу-5, С2-0, фаеркейк, орбитальная верфь. Карта, ну... Что я могу сказать? Карта интересная очень. Чем она интересна? Тем, что Илайф на ней адово халявит. И если фаеркейк опять сыграет такой лейер ранее Нидус, то вполне возможно, что вкатит это. Ну, посмотрим. Просто посмотрим, давайте. Фаеркейк. Кстати, смотрите, интересный губилд фаеркейк практикуют. Без заказа второго овера хату он ставит. Это, кстати, какой-то под Нидус по ходу билд-то, не? И два экстрадрона еще. Чем-то похоже на мой билд, который я еще в бетке делал за Зерговка, рандомом играл. Но этот билд невероятно эффективен против Ротса был и в ЗВЗ. Почему? Потому что никто его не делал, таймингов никто не понимал, и там сгрызали ТСЗ, просто зажимаешь, так заходило на ура вообще. Вот. Ну, посмотрим, что здесь будет, конечно. А здесь два барака Рипера, кстати говоря. Это Лайва. Решил Илайв сыграть хитро по разным. ГЛКП фаеркейк пишет. Илайв ничего пока не пишет. У Илайва пригорела, что ли, от фаеркейка. ГЛ, ГЛ. Ну что? Газ начинает фаеркейк. Да вот не самый ранний газ, но тайминг королевы будет очень даже неплохой. Пока здесь Рипер прилетит, она уже практически достроится. Плюс в перспективе ему будет заказан. Гр, Гр, Гр... Гр... Так, прилетает рипер, спасен Дрон спорка заказан, муфлингом заказан Гранатка, вижу, на мэне была кинута в рабочих Но все нормально Криптомор бы не помешал пайеркейку Но он прекрасно, это и сам понимает Риперы запрыгивают, две королевы их встречают Привет им передают Еще две королевы заказаны, четыре будут сейчас Пайеркейк королевами собирается рипер вгонять Вижу, Роуч Ворон пошел Может быть это какой-то будет выход с Роучами в итоге Но тут риперы не три барака, два барака А пайеркейк играет как будто против трех Но можно в принципе как сделать Можно сделать сейчас догоняющий Нидус после Роуч Ворона И уже с Нидусом попытаться убить Но сами знаете, что риперами Нидусы отбиваются Если тиран понимает, что делать С гранатками, таймингами просто великолепно Лэйр пошел, да То есть это Нидус догонку Ну кстати, дроп королев как вариант Здесь тиран ведь адово халявит Ну стим заказан То есть нужно сейчас до стимпака Нет, передумал, это не стим, это щиты вообще на мариков Нужно сейчас до тайминга Естественно, всяких там стимпаков Ключевых грейдов Если что-то агрессивное делать Делать это до вот этих таймингов Так, Роучи строятся Криптумы разопиливаются Четыре королевы есть Роучи поперли Мне кажется, что Лэйр может очень замечательно получиться Ой, не Лэйр, простите Нидус может звучать Вот этот Овер трансформируется в Оверсира Так, бункер где? На Мэйне бункер прям пошел Куда Нидус делать? Только единственный хороший вопрос Вот сюда бы куда-нибудь обздел Либо сюда Не под бункер Точно нужно его делать Да, и Нидус запилен Причем стоит прям на Мэйне Если сейчас будет 3-0 Это будет, конечно, выстрел Ну, посмотрим Посмотрим Будет ли это 3-0 Роучи стоят Что есть у... Ну, кстати, ребят Тут тяжело сказать Четыре Рипера Мародер 11 Мариков Марики со щитами Блин, Нидус можно принять сейчас очень жестко Правда, в Нидусе очень много юнитов Будет сидеть главная Главная Так, пошел Нидус Ну, это наглый Нидус, кэш, от Фаеркейка Невероятно Мариков реально много КСМ-ки выезжают Сейчас успеть его протрансфюзить-то нужно еще Для начала хотя бы Не факт, что успеет Фаеркейк протрансфюзить Да, да Это один Эта игра За Айлайвом Останется Точно Фаеркейк На Кореец Типа Не На Слышишь Ты Чеп Уж Блин Клоун Блин Бесит Меня Такая тема Кореец Типа У себя дома Играет На Бичерню Свою делают Еще Жалуются На задержку Все Выходим Новую игру Начинаем Ну и лайв Пробревает Все 3-0 Не получается Придется играть Следующую игру А это может быть Камбэк На самом деле ГГ Я уже долго Жду Это ГГ Вот На Это сервер Американский Типа Не на Европе Играю Задержка Так бы Тебя Сейчас Катнул Но Кореец Тоже Не играет Не на Своем Сервере Может У него Еще Больше Задержка И Не Пищит Совсем Ждем Четвертую Задержка Так Пусть Как Не Вижу Так Репчик Появляется Типа Типа тоже наверно в игру хочет ворваться ну там как алекс если алекс не против то я конечно же тоже не против алекс Продолжение следует... 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 Так, реводжеры королевы Бой принимают, фаерболы проходят Мимо всего вообще проходит Королевы падают, дронов нужно выводить Сейчас фаеркейку, дронов выводят Но дронов выводить сами вы понимаете Что это уже не очень расклад Танк делает залп по реводжеру По лингам это 2-2 судя по всему Хотя по лимиту фаеркейка Значительно больше, но план Со спайером, кстати, Блая уже Кто-то пробревал из тиранов таким образом Так, фаерболы по марикам Мне, кстати, фаеркейк отбился, вру Это Блая, кто-то таким образом Пробревал, а фаеркейка не пробрел Сейчас Элайв Третья хата пока не запилена Нужно запиливать, но здесь третья ЦЦ-шка ставится, здесь Экономики все хорошо Стимпак делается Муталисками, наверное, будет не пробить Скорее всего, хотя сколько Мариков вообще? Два Но муталисков-то тоже 5 всего Фаеркейк может сейчас заказать На такой стадии И вообще будет ли он муталисков делать Понимая, что тайминги все сбиты сейчас Полностью вообще Ну ЦЦ-шку, кстати, третью отменяет Фаеркейк Уже положительный момент абсолютно Отменяет его ЦЦ-шку Ну танк не фокуснуть, потому что есть медивак 6 муталисков запилено По 5 мариков строится Почему так медленно муталиски? Они уже могли бы лететь бы На самом деле, реально Если бы они сейчас летели Вот как раз сейчас 5 муталисков Могло бы нашатать Вообще бы хорошо 8168 По боевому лимиту Фаеркейка реально больше Так, можно ровучи в реводжер превратить Но придется газ потратить Здесь дроп 8 мариками Пошел сейчас к Фаеркейку Нужно принимать его максимально быстро Так, дропчик, принимай Фаеркейк Мимо полетел Ну что ж ты творишь-то? Все, проблема Сейчас стимпак будет через секунду готов Фаеркейк начинает медивак выбивать Медивак выбивает Молодец, хорошо справился Можно было вообще ведь на мулес ловить Ну и так отделался вообще Фаеркейк Не то что малой кровью Идеально фактически отбился Но можно было так сбить дропы До готовности туре Так еще успеть ворваться Что было бы вообще идеальным раскладом Конечно Вижу Беллинг Несс Собирается Бейнов там Фаеркейк добавлять Экономика была его не лучше Танк пытается Фаеркейк срезать У медивака буст кончился Сбревает медивак, сбревает танк Хорош Фаеркейк, хорошо работает пока Его контроль, его понимание игры Все правильно делает Подрезает все, что неровно лежит Выходя параллельно в Беллингах Но мув надо Бейном быстрее Как можно быстрее сейчас заказывать Так, а зачем А зачем Орбиталка делается все равно Не надо было Надо было вот сюда Какой-то грейд заблочить, видимо Выход пошел сейчас от Элайва Фаеркейк, контрразмен Ну да, посмотрите какой выход Это все-таки ГГшечка Фаеркейк У лимита почти одинаковые Марики на стимпаке приходят У Фаеркейка 0 Бейнов Если бы он сейчас вовремя Бейнов сделал Вот это контрзабегание Могло бы зарешать Но у Бейнов Фаеркейк, к сожалению, не сделал В итоге просто приходит Элайв И пробивает Фаеркейк И счет становится 2-2 Почему-то же лимиты уже равные И просто это очевидно Что ему нечем отбивать эту Бейлинги без мува Сплит пошел замечательный Бейлинги в 7 минут В легкой прогулке Фаеркейку 3-0 не получилось В этой игре И вполне возможен камбэк А если возможен камбэк Значит, возможно Возможно, горение Как реклама Там этих плит есть Газовых или каких-то Фаеркейк мог бы в ней Сниматься иногда Улетают марики Ну, 52-94 Очевидно, что здесь уже печальная ситуация для Фаеркейка Отдает он игру А всего-то нужно было сделать что? Сделать бейнов вовремя И реально мог бы Фаеркейк отбиться Потому что забегание было Контр забегание Кореец контролил здесь И можно было расконтролить здесь Вот А вообще на этой карте Вот идеально Особенно против таких тиранов двух базовых Закопка бейном Представьте, вот здесь два бейна закопаны Ни разу элайф, например, не сканил туда И можно ведь Не палить до первого раза Ну, конечно, когда начнут применять Та уже тираны будут ожидать этого Но ведь когда-то можно Разочек-то затащить Такой темой 44-113 ГГнчик надо писать Фаеркейк он пока не сдаётся Думает, чтобы написать В этот раз ЭНА Две буквы эти не катят для отмазки Нужно что-то придумать Другое Так, бейны заходят Часть падает Часть живёт 2-2 делается Ещё вылаза Самое интересное ГГ 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 так лайк говорит, что это билд его файеркейк взял но не законтролил ну да, что-то файеркейк здесь совсем не законтролил ни хрена сумеречные башни центральный протокол файеркейку на выбор сейчас об этом Алекс говорит сегодня нас ожидает еще две соответственно помимо этого B5-2, B5 это будет Блай против Супера второй полуфинал и матч за третье место сегодня еще так же будет полотенчик может быть ты не выбираешь способ оплаты обычно это не работает когда не выбран способ оплаты вообще все должно работать по идее сегодня уже поддерживали вроде как меня короче, хз вступайте в группу кстати, ВКонтакте там анонсы есть новых трансляций так что будет интересно в любом и полезно потому что там я информацию даю на новых стримах записи выкладываются ну как будет свободное время может еще туда повыкладываю интересно так что и Продолжение следует... 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 иметь, и так бы нагло бы он мейн бы не начал в облачь. Тогда бы королевы могли бы наглее бы заходить, потому что вариантов для раскладки либератора не было. Но вообще вот с этой картой я не понимаю, почему с ней до сих пор ничего не сделают. Почему не отнести минералы на 1 мм вот сюда подальше, чтобы либераторы не находили такие имбовые позиции, как сейчас. Я просто не понимаю этого. Прилетает сейчас, посмотрите, прилетает. Ой, ветеран прилетает на стимпаке уже. Минус фаеркейк, пишем ГГ, выходим. 3-2. 3-2. Эйлайв просто великолепен. ГГ пишет фаеркейк. Бичнидусы не зашли называется. Ну, кто переживал, тот. Тот переживал. Вот так вот, ребятки. Все равно Эйлайв затащил. Но фаеркейк зря там пытался третью как-то на халяву. Ему нужно было постандартнее сыграть игру сразу третью. и замки. Вот так вот. Вот так вот. И везде. С Субтитры сделал DimaTorzok Второй матч, я думаю, что он сейчас сразу практически начнется, но ровно час на первую БУ-5 потребовалось, но и потребовалось все пять игр отыграть. Глай против Супера не факт, что пять игр будет, но я надеюсь, что Глайу понадобится меньше игр на Супера, чем Суперу на Глайу. Лучше, конечно, так было бы, чтобы Глай был в финале против Глайа, ну а Файеркик бы Супером сыграл, потому что если Глай проиграет, еще и ЗВЗ за третье, еще и за третье будет ЗВЗ, что не очень хорошо. Продолжение следует... 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 что, может быть, имело смысл не поступать бы тех, у кого уже квота есть. Надо туда из 16 игроков 12 с квотами, это жестко. Продолжение следует... Так. Ну, кстати, в топ-16 только Блай и Хэппич из наших остался, к сожалению. Ну что, ждем начала. Все, Блай играет супером, ребятки. Давайте сюда, копитесь, тусуйтесь, сюда все. Будем болеть за Блайом. Переименуем стрим сейчас даже. Субтитры делал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я внесу вас в список, если это ты, подтверди мне, пожалуйста. Спасибо всем за поддержку большую. Спасибо тебе. Вот он супер идет на разведку, вот он Блай. Продолжение следует... Пользователь Гудрон 88 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Гудрон 88. Всем спасибо, ребят. Посмотрим, как Блай побьется. Файеркик был реально близок к выходу в финал, но чуточек не хватило. 2-0 вел, 2-3 проиграл, но Файеркик вообще в макро не хотел играть. Он какими-то непонятными вещами там играл, честно говоря. В итоге-то, собственно, и не хватило ему. Так. Бустится адептик. У Блая 6 лингов строится. Мув заказан, кстати, говорил лингам. Строится королева. Уж не сгрызали телеблай, здесь это собирается делать. 6 лингов это реально много. Нет, 2 дрона потом пошло все-таки. Можно было и подконтролить лингов немножечко. Пробку обогнать хотя бы. Разведчик, про какой архив? Ты, Гриш, не понял. Так, 4 дрона еще застроится. Ну, кстати, сгрызали эти. Реально могло бы вкатить, как по мне здесь. Так, адепт идет. Дрона одного, точнее, линга одного минус нула у нас супер. Отменим целепорт. На этом турнире всегда первая карта играется старая карта. Причем мы увидели уже за все дни разных много старых карт очень. Вот я не понимаю, что сейчас делает Блай, что пытается, точнее, Блай сделать. Вот реально, посмотрите. Хорошо вернулся сейчас от адептов. Пинг корейцу не позволил убить по ходу лингов. Зачем такое позднее сгрызали тебе Блай? А, это не сгрызали тебе теперь дробщик еще. О, красава, красота сейчас от Блая пошла. Так, прибегают линги. Ну, подождите остальных-то, Овер, куда ты полетел? Жди же ты других. Дробщик пошел. Здесь линги забегают прямо на адептов. Супер Гэш же телепортироваться не будет. Шесть лингов, не восемь, блин. Маловато шесть. Ну и шесть на самом деле смогут подгрызть. Супер реакция практически мгновенная сейчас. Сбивает Феникс Овера. Здесь нужно оставить лингов. Пытается Блай прогрызться. А куда адепты-то делись, я что-то не понял. Адептов Блай всех сгрыз. Посмотрите, 1-0 что ли, я чуть не понимаю. Похоже на то. Мазеркором некуда Оверчар поставить ГГ. Просто царь Блай. Ну, использовал эту карту. Кривая застройка, стенки не было. Вот в чем суть. Я вам не показал этот момент, но адепты уже упали в итоге. Вот такие вот пироги. Неплохое начало. Ну, фаеркейк тоже как начинал. Вы помните, на кипбете ставки все есть. Кому интересно, делайте ставочки обязательно, ребят. Не ожидал. Супер, сейчас перед дропом. Ничего такого не ожидал. Как вы видите. Не важно, как правильно. Кипбет, сайбет. Я привык к кипбет. Смысл это не меняет дело. Может быть и сайбет. Ну, конечно, не кипбет по-английски будет, естественно. Теперь надо не защитить, а добить ниду. Блая билдом в ультрала, в быстрах сыграть, например, или в брудов. Неплохо может получиться. Сегодня Блая точно турнир не затащит, потому что финал в пятницу следующую будет. Но если Блая выйдет в финал, уже хорошо. Во-первых, Блая будет респект и уважуха. Во-вторых, он уже получит неплохой относительно приз. А в-третьих, спасет нас от ЗВЗ в финале. Со своим участием, правда, тоже. Но лучше без ЗВЗ давайте. Пусть супер бьется с Файеркейком в матче за третье место. А Блая в пятницу посмотрим против Элайва. Будет время, тем более, подготовиться. Там реплейки у меня есть. Элайк, Файеркейк. Так что вот так вот. 1.0 Блай. Ну что, вторая хата от Блая? Ну, Блай хорошо. Ну, Блай хиппи сейчас, как обычно, последние вообще пару лет тащат, собственно. Я все надеюсь, что кто-нибудь еще ворвется на их же уровень, на такой хотя бы, чтобы смотреть, как бы тащили. Но без СНГ туриков тяжело. Кстати, вчера, блин, был отборочный Бабролиги, извиняюсь, что не застримил. Я просто пошел в город заплатить там, ну, пришла кровать наша, скоро уже приедет Даша с Машей, будем жить здесь все. Как бы я перееду в комнату сюда, ну, наконец-то изменение обстановки будет. Просто пошел с другом прогуляться, попал в жесткую метель, пошли в кафе, сели, выпил я, ну, чая. Еще-то разговорились, я просто положил на все большой-большой болт, в общем-то. Тут уже забыл, что отборочные по Бабролиги, так что извиняюсь, вторые постримлю. Ну вот, ну и опять у меня немножко узлы поднадулись, уже застудимся. Здорово, окей, еще раз, никаких пивков не было, пивков не пью. Да и ничего не было, потому что просто мы вдвоем сидели. Ну, там такое место, где все мои кореша обычно ужираются, как бы, вот. Там уже они завсегдатые, уже скидоны 30% у них, там и т.д., и все знакомые. Вот. Но никого вчера не было. Потому что все были мертвые где-то. Ну что? Пуэрчик. А так, пуэрчик. Просто нормальный чай. И все, адепты ушли, а Блай лингами, посмотрите, прибегает. Пока я рассказывал реально прохладные истории, Блай реально делает непрохладные темы, горяченькие такие. Берет горяченьким просто этого супера. Пилончик минуснул на гейтаха, адепты домой, бегите, бегите, адепты по телефону, звонок. Куда вы свалились? Здесь какие-то собачья набежало, кусает всех за ноги. Надо возвращаться. Адепты приходят, ну что, принимает Блай бой? Нет, Блай ни хрена бой не принимает. Очень крутой врыв получился. Просто вообще идеальный. В итоге у Блая там все добывается. Адепты вернулись. И рабочие покатались. И пилоны... И пилон криво супер поставил так, что гейты заново не включил. Вот это номера просто сейчас супер выдает. Вот прикол. И Нексус Блай еще третий сейчас отменит. Вот это начало. Вот это круто. Супер не готов к такой агрессии, к такой дерзости просто. Но если будет опять же 2-0, а потом Блай 2-3 проиграет, то я вообще имел в виду такие схемы. Нужно добить вот эту пробку. Добивай Блай, красавец! Пробку добивает. Сразу два рабочих минус. Третий Нексус устанавливает. 44-39 парабам. Ручь вор. Вот что мне поражает, как бы, так все замечать. Почему парабам-то одинаково до сих пор, блин? Вот. Пилончик восстановил супер? Наверняка поближе! Вплотную, чтоб уж точно все заработало. Вот. Заказал. Ну, смешно, конечно. Смешно. Надо проблевать таких суперов. Это вообще не супер, что он делает сейчас. Вот. Говеры возвращаются. Резонирующие глефы. Кубер скорость атаки адептам. И 6 адептов пошли к Блаю. Я боюсь, что случится сейчас типичная схема, что с Блаем случается. У него просто нету нечем встретить адептов. Вот они заходят. Ну, Роучи, правда, через 12 секунд будут готовы. Блин, ну они не успевают. Куда королев-то Блай-то повел? Что происходит за Блай? А, Блай Пуша куда-то пошел. Издалека. Издалека Блай Пуш пошел. Но сейчас 6 адептов с глефами. Просто такую хрень здесь уходит. Это же боюсь представить какую. Так, будет телепортируется. Супер. Здесь 2 адепта остаются. Фокусит рабочих. Блин, ну, по рабам, конечно, Блай сейчас просядет. Но самое главное, что Пуш очень сильный получается. Здесь адепта минусует. 12 дронов убил. 101.65. 62 на 14 по боевому. А королевы-то уже практически пришли. Здесь новые-новые пилоны. Гейты. Есть один Иммортал. За счет филдов можно попытаться супер разбиться. Блай массит. Лингов сейчас. Роучи идут вперед. Сколько их? 16 штук. Это действительно много. 570 газа. Это тоже много. То есть реводжеров можно будет штук 8 запилить. Уже сейчас 8 и запилено в итоге. Красавчик. Блай. Мазеркоры, правда, 200 энергии. Мне это не очень нравится. Королевами не надо врываться до остальных юнитов сейчас. Все, реводжеры готовы. Блай подходит. 7 сейчас вперед заходит. Так, уверчажи будут выставляться? Выставляются уверчажи. Блай мючка отходит от первого уверчажа. Заходится. Так, трансьюз пошел. Я думаю, сейчас Блай королеву еще не затрансьюзит. Хорошие фаерболы. Минус 2 сен 3 сразу же. Филдов будет мало. Реводжеры танкуют. Все, фаерболов достаточно у Блая. Больше нету уверчажа. У супера 115.77 по лимиту. Блай давит. Очень похоже на 2-0. Ребята, это точно 2-0. Здесь просто не отбиться оппоненту Блайщика. Просто красная Блай. Мне нравится, что он готовится просто. Мне нравится, что он готовится к корейцам. И вот так вот с ними делает больно. Отменен варп сейчас. 111.68. Возможно, супер попытается с мейна как-то поотбиваться. Уверчаж вообще не работает. Так, еще фаерболы по имморкалам попадают. Королев много. Трансьюзов достаточно на реводжерах стоит. Ну что? Изи-пизи, Блай. 2-0. Блин, ну файлкик точно так же начинал. Неужели дежавю такое? Чересчур, да, хвалить. Да-да-да. Не, Блай бичеву. Ну, ладно. Играет Блай какими-то странными темами. Выигрывает на халяву. Супер молодец. Супер молодец. Надеюсь, так же сильно будет играть и дальше. Ну, сами знаете, такой как бы навязанная похвала не работает. То есть только от чистого сердца работает всегда. Ждем третью игру. Ну что, хост-то будет, нет? Не вижу. Хост пока. Новый у нас стрим проходить. А когда? Новый уже скоро выходит когда-то, что ли? Она же как-то в марте, по-моему, или как-то по весне. Не, ну, март-то скоро, число не помню. Ну что, с вас 10 баксов на новую, что ли? Конечно, буду проходить. Компанию-то проходил. Но я не буду все проходить. Я не буду проходить первый StarCraft, Rude War, Wall, Hotz и Loth перед новой. Мегаталант поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Благодарим за постоянные стримы высокого качества. Спасибо, Мегаталант, тебе большое. Возможно, я пройду лотов еще раз перед новой, потому что лотов я уже как-то, ну, хочется еще раз пройти. Там много еще неизведанного в этой компании. А за поддержку всем вам спасибо, ребятки, большое. Так не хочется, чтобы, опять же, было бы 2-3 после такого начала. Не, ну, Лингами Блай грамотно забежал, пока я там распинался. Ну, Блай очень часто так делает. То есть, просто курс адептов известен, они прямо идут к оппоненту. Ты обходишь их сбоку, если так беспечен соперник, то просто грамотно забегаешь. Кстати, карта. Вот если бы это была старая версия этой карты, можно было бы уже говорить о высокой вероятности 3-0, но версия эта новая, с золотом на второй базе, поэтому... Но все равно Zerg-то быстрее третью ставит. Он может золото на второе и здесь поставить. Но единственное, что просто золото тоже. Картинка запаздывает. Попробовать браузер поменять, например. Это вот попробовать врубить все HTML5 галочку эту поставить, бета-профиль, я не знаю. Попробовать Ctrl-F5 нажать. Много всего можно попробовать. Вообще, вроде как бы Миша стримит, все стримят, народа много, вроде должно все работать, я не знаю. Так, хат пошла. Супер через мейн. Два гейта начинает, получается. Ну, значит, Блайу надо 17-я хата Гаспубрус сыграть и все. Чтоб адепты не унизили никак. А нет, а нет. Нет, Сус все-таки пошел. Может, Блай третью хату запилит сейчас? Да, посмотрите, Блай решила, почему бы не схалявить. Пробка на разведку пришла. Слепую, конечно. Но реально попадает сейчас так, как нужно. В два золота Блай. Просто нужно сейчас запилить мув вовремя будет. И не встречать двух адептов нулем лингов. Все. Если Блай это сделает, вовремя рабочих на золото переведет. По билду у Блая сейчас абсолютно точно 100% есть преимущество. Просто нужно сейчас взять и перевести достаточно рабочих на золото. Что Блай делает? Красавчик, красавчик. Причем... О, Блай сразу 13 рабов переводит. Почему? Потому что с этого золота и на второе ближе переводить. Блин, молодец, Блай. Реально подготовился. Блай. Так, заказан муфлингом. Здесь Твайлайтик пошел ранний. Может, дарки, может, еще что-то. Золото добывается вовсю, но нужно немножко рабочих увезти. Золото кого там? Зерга, блин. Что там зерга-то делает? По виндам шастает, что ли? Еще дроны на второе золото пошли. Красавчик, Блай. На Мэй вообще ничего не оставляет. Может, кстати, это с прессингом будет? Вполне возможно с каким-то прессингом. Кстати, кстати... Ой-ой-ой, ребятки. Это передруп. По Лингу будет Блая. Спешл тактикс. Сейчас готовится самый настоящий спешл тактикс. Мазеркор вылетает. Куда он полетел от Мазеркор? Встречать Лингов Блая. Что за спешл тактикс? С Лингами, с мум, с передрупом, с золота. Прессинг. Так, Линги заходит. Адептов окружите! Блай, ну что за, блин, контроль такой, а? Можно было окружить и убить сразу одного адепта, по крайней мере. Линги подходят. Новый мув будет готов через 4 секунды. Передрупчик идет со стороны Блая. Лингов много уже на Мэйне. Мне нужно врываться в Мазеркор. Так, да куда какой пилон-то нахрена ты грызешь? А, решил выгрызти пилон. Ну, пилон не надо выгрызать. Нужно рабочих погрызть немножечко. Пробку минуснуть надо, но то ли у Блая кинт, то ли что. Короче, странно в итоге получается. Здесь Линги Гейт начинает лоб пробивать. 9 дронов еще Блая делает за счет золота. В итоге все еще не плохо. Так, здесь 3 адепта готовы. Сейчас Глеб уже скоро будет готовы резонирующие. Нет. У Блая не получится пробить, но получится Гейт. Сгрызть скорее всего. Два дрона еще сгрызть. Гейт сгрызает. Нужно отступить сейчас, конечно. На Гейт будет меньше. Здесь Овер готов. Овер точнее жив. Можно еще все напрягать. Все еще, точнее, можно напрягать Мэйн. Пытаться Лингами, что Блая делает. Но не надо так с перебором-то делать. Не надо Лингов отдавать никуда. Блая, ну пожалуйста. Что ж ты творишь-то такое? Так, врыв на вторую базу идет. Адептов супер разворачивает. Блай, ну нагло действует. Нагло Блая действует. Вот эти вот забегания Лингов бесконечные. Но Кореец готов. Ну вот успокойся ты. Пусть они в Овере посидят. 8 штук. Они будут сидеть как угроза просто постоянная. Вот выйдет он, и ты дропнул бы, например. Ну ни хрена, Блай. Так, не сделал. 11 роучей заказано. По лимиту в итоге равные. Парабам, Кореец впереди. Вот что плохо, конечно, сейчас. Две плетки Блай ставят от адептов, кстати говоря. Они все сюда идут. Но нужно сплетануть роучей между базами грамотно сейчас. Вот адепты заходят. Блай разворачивается же ты. Разворачивается Блай. Супер отменяет телепортик адептами. Разводит их на две части. Сейчас роучей все больше и больше становятся. Там имморталы пошли. Нет, Супер готов, кажется, вот к этому билду. Блай с лингами переагрессивничал. Реально переагрессивничал с лингами. Так, врывов нету никаких. Держит Супер Блай здесь на мэне. Но третий нексус идет сейчас. И вот третий нексус, под третий нексус, как раз таки можно врыв сделать, попытаться. Но нужны реводжеры. Нужны реводжеры линги. Так, адепты все еще Блай держат напряжение. Куда дроны-то? Куда они едут-то сюда? На мэне минералы раскачивают. Что-то Блай не то делает сейчас. Нужно развернуться. На мэн зайти. Заходит Блай на мэн. Супер не телепортируется. Так, лэйр пошел. Ну, посмотрите, перехвалил. Реально перехвалил Блай. 18 дронов. Ну, какие 18 дронов-то на базе, где 6 минералов? Ну, кстати, по 3 на минералы-то еще ладно. Но здесь-то не добывается. Здесь-то тоже хреново все раскачивается. Ну, что за бредос. Так, еще 10 дронов делается на мэн. Но я надеюсь, они делаются. Так, идет Блай вперед. Реведжеров вообще нету пока. Нужно реведжеров обязательно сделать сейчас. Без реведжеров вообще захочет. Кто заврыз такой непонятный? Лэйр делает. Ну, тогда нужно показать, что якобы присутствует... Пользователь кофе активировал премиум на ваш канал. Блинку супер делает. Скоро будет готов. У Блая почти готов. Лэйр будет ли гидроден? Я надеюсь, спайр пошел. Интересное решение спайр. Ну, спайр очень поздний. Если супер будет сейчас пытаться таймингом на блинке выйти, то у Блая все очень плохо будет. Я так полагаю, супер будет пытаться выйти на таком тайминге. Но призма хорошо, что поздно заказана сейчас. Блая тут готовит не врывы, но готовит вообще-то забегание. И вот если супер сейчас пойдет вперед, Блая это спалит, то он может великолепно ворваться на золото, оттянув время для готовности спайра. Вот только вот этого сбить надо бы. Харрэш, харрэш просто сбивает Блай. Насколько важно это было, посмотрите. Оп-оп-оп-оп, красота какая. Мув роучем делается. Все, супер пошел вперед. Блая это видит, забегать нужно быстрее, Блайчик. Пожалуйста, только врывайся. На размен Блая умеет играть великолепно. Хорош врыв пошел. Роучем много, лингов много. Заходит. Здесь Фатонка, два пилона всего. Блай врывается. Уверчажи выставляются. Пилон падает раз. Адепты падают. Пилончик падает два. Нужно Фатонка тоже отключиться сейчас. Блай заходит. Но, блин, муталецки еще даже не заказаны. Блай, мутку, пожалуйста, подстрой сейчас муточку. 18 заказано муталей. Так, сталкеров Блай отпокусил. Сейчас заходит наверх, мимо уверчажи. Нужно рабочих пробревать. Нужно все пробревать. Муты в размен идти. Здесь нечем муту фактически убивать. Только главное не отдавать муту на муве. Это очень важный момент сейчас для Блая. Усэти сейчас сплитится, начинает супер. Можно на этом сыграть тоже очень неплохо. Кибернетку Блай выбивает, чтобы сталкеров меньше было. Муталецки готовы. Где они? Сентрии разбирают. Мутка сейчас по отдельности. Все Блай начинает ломать. Молочага правильно делает. Сталкеров сколько? Здесь много сталкеров на самом деле осталось. Так, Роучи супер в итоге отбивает. С муталецками, дронами сейчас принимают бой. Но нужно ли драться против Гвардиан Шилда? Хорош Блай дерется. Лимита правда меньше. Сколько муталецков? 17. Сталкеров 15. Всего 15 сталкеров. И часть будет принята вообще до соединения. Их вместе Блай не отпускай, пожалуйста, сталкеров. Можно эту игру тащить сейчас. Несмотря на то, что ситуация печальная. Вроде как по лимиту боевой есть. Но муталецками... Блин, здесь Довар сталкеров идет. Нет, похоже Блай не затащить все-таки. На оверчаж наламывается. Блин, как дает просто нелепо. Ну куда ты лезешь-то на оверчаж? Ну е-мое. Что Блай делает? Я вообще не понимаю. Да улети-то от этих сталкеров. А, ну там уже здания не осталось. На таких соплях сейчас все висело. Просто жесть. Врыв роучем и в тему. Вообще в тему абсолютно врыв был. Но все-таки муталецками нужно в размен Блая было идти. Но супер, что сделал грамотно, супер. Он расплетел юнитов идеально. Он уничтожил базы Блая моментально практически. Вот это-то в итоге и зарешало все-таки. Вот это-то все-таки и зарешало. Ну такие игры, тут буквально перелом может наступить из-за одной маленькой ошибочки. Просто из-за малейшей ошибочки. Причем Блай сейчас вот этих сталкеров отпустил. Он на самом деле мог пошатать туда-сюда. Но он понимал, что у него прироста муталецков нет. То есть он не может рассчитывать на этот прирост. А там сталкеры добавляются в любом случае. Но под уверчажем драться не нужно было абсолютно точно. Ну, кстати, Блай мог бы и плеток поставить на какой-нибудь базе побольше. Например, если бы он на мейне просто адептов вот этих отогнал. А ведь там только адепты были. Без юнитов кровь по воздуху бьют. Если бы как было пара плеток, например, и он адептов смог прогнать. Он мог бы на мейне потом обороняться просто. И все. И, кстати говоря, вот сейчас я так подумал, кибернетку нахрен мне надо было эту вкусить. Роучи отдались все на фокусе этой кибернетки. Нужно было рабочих лучше побольше убить. И все. Пофиг, что там он сталкеров добавил. Все равно там он бы восстановил ее. Самая главная экономика была. Ну что, четвертая игра начинается. Что за карта? Центральный протокол, кстати, тоже карта, которую Блай любил всегда. Но он любил старые версии этих карт. Потому что они реально были халявные. Теперь камней здесь нету. Теперь что еще на протоколе изменено? Кроме камней ничего, наверное, не изменено. Но все равно эта карта для азерга очень хорошая. Здесь очень тяжело брать третью базу. Ну что, 2-1 Блай ведет. Ну что, повторить судьбу Блай фаеркика или нет? Самый главный вопрос сейчас в этом заключается. Пилончик здесь вот перед выходом. И халявный Нексус от Супер Абаш. Блин, еще Блай как бы с Белдом-то угадал. Ну, кстати, что-что. Перехвалил я очень сильно Блая. У Блая элементарные ошибки начались в предыдущей игре в самом начале. У него неграмотный сплит рабочих между базами был. У него было 18 дронов на золоте на третьем. И это была очень большая ошибка. Потому что могло бы быть там 12, 6 бы могло мейма добывать. Идеально все было бы расплечено. Гораздо было бы... Ну, у него больше бы юнитов было в любом случае. То есть, он, может быть, бы и отбился бы тогда. Второй гейт ставится. Здесь у нас Нексус. Ну, с халявного Нексусу Супер начинает. Ну, посмотрим, посмотрим. Не обязательно там 3 хаты пул играть. Да здесь третью хату Зергу тоже просто невероятно далеко ставить придется. Хотя не, вот со второй вот досюда для Зерга это нормально. А для Процесса, конечно, вот это вот расстояние, такое открытое пространство, оно пушится очень жестко. Тут как раз-таки и нужно какие-то билды использовать подлавливание на выходе на третью базу Процесса. Это самое эффективное. Какие-нибудь Роучи, Реводжера, Линги, я не знаю. Главное с лейером, чтобы Уверсфер был на всякий случай. Потому что лейер 150-100, как бы он не сильно там на пуш влияет в плане количества юнитов. Ну, все равно влияет, конечно, но зато дарками точно просто не отобьется. Два Адепту супер строят, Блайк выходит третью ставить. Да, так оно и есть с этим, можно, ну, опять же, какой-то кривой тайминг. Посмотрите, уже 500 минералов Овера заказывать можно секунд на 10 раньше было заказать. Ну, вот такие темы не люблю, а когда тайминги не очень. Ну, что, Старгейт стаи ставится сейчас. Не понял, полностью себя заблочил? Супер, зачем? А где у него проход-то? Вроде нету здесь. Странное решение какое-то, если я действительно полностью заблочил. Блайк боится, что Блайк будет, опять же, похоже, супер боится, что Блайк будет его задропывать опять лингами. А Блайк будет его задропывать лингами. Блин, ну зачем так повторяться-то? Ну, сыграть-то халявно, блин. Ну, вот видно же, что боится. Вот на этом надо принимать. На этом и нужно принимать. А Блайк сейчас отдает преимущество все сейчас своим билдом странным. Здесь плюс пилон. Смотрите, насколько он просто боится. Он описывался, уже потекло, блин, ё-моё, уже по ногам. Просто не врывайся, дрона подстрой, убей. Ну, ё-моё. Не умеют подлавливать. Нужно Майн Геймс такие просто читать вообще, на самом деле. Так, есть линги, прибегают, пытаются пилончики прогрызть. Может, один прогрызут, сейчас не знаю. Нет, не стал Блайк отдавать. Правильно сделал. Два овера будет потеряно. Лингов нужно высадить хотя бы. Третью Блайк раскачет. Лэйр почти готов. Ну, Гидра Дэн надо пилить. Ну, я не знаю. Либо Роучи Гидра какая-нибудь. Может, Люра. Спайр уже против Фениксов первой. Как-то не Ахти заходит здесь. Блайк готов. Что будет Блайк делать? Гидра Дэнт. Так, спорки ставятся, чтобы так жестко Харас не заходил. Здесь лингов отгоняют. Супер пилончик пробил. Нужно уйти. Блайк видит, что нету заказа. Так, отбегая двумя лингами. Да не надо их отдавать. Лишние линги всегда пригодятся. Адепты пошли вперед. Блайк это прекрасно видит сейчас, что адепты вперед пошли. Забеги сюда. Вот сейчас забежать можно. Здесь пилончик не готов. Посмотрите. Блайк не попутит пилон. А можно было сгрызть успеть таким количеством лингов. То есть он бы уже проявился, но ХП было бы мало. Здесь даварп на рампу. Пройти можно? Нет, пройти нельзя. Хорошо, суперадептов ворпанул, что они все закрыли. Здесь врыв идет. И опять Блайк Роучи. Но опять же, блин, дает Суперу прийти близко как-то. Так, здесь Феникси. Начинают прессовать. Так, королева приходит с двумя Роучами. Адептов нужно валить как можно быстрее. Но они уйдут. Часть уйдет. Адептов в любом случае. Так, два падает. Еще один падет. Да, еще один. Упал или нет? Упал. Да, один, три ушли. Так, гидра будет. Гидру может Блайк заказать сейчас. И должен он ее заказать. Где гидра-то? Не видно пока гидры. Имморталы грелки здесь. То есть, в принципе, имморталы грелки как контрятся. Побольше сейчас гидры и из Роучи Ревотера сделается. Будет и фаербола, и бонуса у имморталов не будет. Но вот Глефа резонирующий, конечно, хороший тайминг здесь. Но, так, нет. Блайк пока никуда врываться не собирается. Четвертая хатка пошла. А тут уже можно, кстати, и свитч в мутку продумать, как бы сделать бы. Ну, пока нельзя свитч делать, так как может тайминг какой-нибудь выхода быть очень жесткий со стороны Супера. Блаймасит Роучи сейчас. Ну, рейндж гидре делается. А зачем-то рейндж гидре это делается, не понимаю. Так, Роучи будут врываться. Мув Роучим есть. Но здесь уже достаточно юнитов много стоит. Причем Фениксы на карте летают. И Блай идет прям в лоб. Нахрена прям в лоб-то идти? Ё-моё. Ну, все, сейчас будет Роучи поднимать, подрезать понемножечку. Много не подрежет, Супер, правда. Ладно, нужно уйти. 10 гидралов запилено. 135, 114. Долго Блай соображал, что гидралов нужно строить. Ну, тут пока Блай этих гидралов остроит, здесь уже столько будет у Протса. Кстати, Супер готовит выход, посмотрите, на Эмморталах, на Грелках, на Глефах. Это шанс принять, причем очень хороший Блай. Да, главное сейчас понять, что выход идет, просто не делать экономик никаких. Делать сейчас юнитов боевых. Так, сопла блока нет, гидра куда-то отдельно пошла сейчас. Куда она там пошла? Фениксы летают, здесь Спайр пошел у Блая. Спайр это интересно, Фениксов всего 5 штук, но Свич-то может быть. До Варп идет, Адепту где-то дома. Призма вылетает, Супер явно будет сейчас пушить. Фениксов у Блая пытается подрезать. Ну, кстати, после столкновения, если Супер вперед пойдет, Фениксов может стать гораздо меньше. И это шанс для Блая в итоге будет. 24 линга, еще 4 гидра, 164 лимита на 138. По боевому у Блая явно впереди. И причем у Супера основная армия, это именно Адепты. А гидры, ну, кстати, у Блая очень хороший микс против того, что есть у Супера. Роучи достаточно, и гидры достаточно, то есть ДПС высокий. Блай пока не видит ничего. Нужно линга на Ксилнагу привести, понять, что происходит. Так, здесь забегание хорошее идет. Между прочим, здесь ни одной потомки нету, я бы сказал, у Супера. Это замечательно. Еще один из Роучей делается. Супер чуть тут на Ксилнаге трется рядом с Блаем. Нужно отступить немножечко назад. Супер пошел вперед. Ну, главное сейчас принять хорошо. Здесь пятая уже база, свитч в мутку будет вообще замечательной, если Блай сможет свитчнуться. Линги забежали, принимают Блай бой, хорош. А что боится-то, я что-то не понимаю Блай. Отступает немножечко назад, вновь Роучи выходящих. Хороший бой, можно дронов сейчас взять, чтобы они помогли. Грелки падают моментально, линги все отдались что ли, или где линги все? Линги, похоже, что отдались. Супер разваливает Блай, а как он разваливает?